Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника Алгебра 8 класс, автора Мерзляк Полунский и Кир, под номером 63. Нас просят построить график функции. Итак, первое у нас уравнение y равно 2. Обратим внимание, что это уравнение не зависит от переменной x. Это значит, что какие бы значения x мы ни брали, y будет все равно равен 2. Поэтому, если мы x возьмем 1, y равно 2. Если мы возьмем x, равное 2, y все равно будет равно 2. Строим эти точки. Они будут лежать на прямой, которая параллельна оси абсцисс и проходить через точку с координатами 0,2. Мы с вами отмечаем точки с координатами 1,2 и 2,2. И строим через них прямую. Все, мы построили с вами график. Это прямая. У всех точек этой прямой вторая координата равна 2. Под номером 2 y равно 2x. Кто помнит еще материал 7 класса, то такую функцию называют прямая пропорциональность. График этой функции прямая проходит через начало координат. Если мы вместо x подставим 0, то 2 умножить на 0, это будет 0. Если мы вместо x возьмем 1, 2 умножить на 1, это будет 2. Отмечаем эти точки. Первая точка это начало координат 0,0 и вторая точка с координатами 1,2. А теперь через эти точки проводим прямую. Все, мы построили с вами график функции y равно 2x. И третья. y равно 2x минус 1. x у нас независимая переменная, аргумент. Поэтому значение вместо x мы подставляем сами. Итак, если x равно 0, 2 умножить на 0, это 0, 0, минус 1, минус 1. Если вместо x подставить 2, 2 умножить на 2, это 4, а 4 вычитаем 1, 3. Мы получили с вами 2 точки. Первая точка с координатами 0, минус 1. Вторая точка с координатами 2, 3. Отмечаем их на координатной плоскости. 0, минус 1. Эта точка лежит у нас на оси ординат. И вторая точка с координатами 2, 3. От начала координат мы идем вправо на 2 единицы, на 2 единичных отрезка. И поднимаемся вверх на 3 единичных отрезка. И теперь через эти две точки проводим прямую. Все, мы построили с вами график этой прямой. Мы справились с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.